Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Джумаханов и Сурдоперевод Айгуль Стамбековой. Доверяй, но проверяй. Во всех среднеспециальных и высших учебных заведениях республики появились ящики доверия. Цели их установки – искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для студентов. Акцию в Алматинской области поддержали и, более того, усовершенствовали. Добрый вечер! Объективность при рассмотрении содержимого ящика гарантированы. Причина – состав комиссии особенный. Мы первые, кто установили ответственных лиц из ряда студентов, из ряда активистов, из ряда доверенных ректору лиц. Данное мероприятие направлено на дальнейшую политику, на реализацию политики по антикоррупционным действиям внутри вуза. С начала текущего года проектный офис Житсу Адалдыхалане реализовал ряд проектов, направленных на формирование антикоррупционного сознания. Один из них – создание молодежного движения «Парасат Тахельшлеры». Его членами являются самые активные и креативные студенты колледжа и вузов Алматинской области. Главной целью молодежного движения является, чтобы активно вовлечь молодежь Алматинской области в реализацию антикоррупционной политики и культивировать в обществе общепринятые ценности – это добропорядочность, честность. В рамках проектного офиса молодежное движение провело в центре города информационно-разъяснительный вечер под одним небом на культурном Арбате. Цель мероприятия – формирование антикоррупционного сознания среди молодого поколения. Эта театрализованная постановка, организованная молодежным движением при проектном офисе «Житсу Адалдыхаланы», нацелена на то, чтобы показать людям, что Арбат – это место для культурного отдыха, новых встреч и знакомств, а не для распития спиртных напитков, драк и разброса мусора. В ходе мероприятия активистами движения организована также концертная программа, где сами участники молодежного движения играли на гитаре, пели песни, читали стихи. Духовный караван в Туркестане. Молодые поэты, писатели и активная молодежь Алматинской области получили уникальную возможность обменяться мнениями с коллегами из южного региона страны. Подведены итоги третьего этапа проекта «Рухани Кирвен». В ходе встреч стороны подписали ряд меморандумов об укреплении дружеских отношений между двумя регионами. Об увлекательной поездке смотрите в следующем материале. Продвижение традиционной духовной культуры, привлечение внимания общества к борьбе с религиозным экстремизмом. Основная миссия проекта «Духовный караван». Первый этап масштабной программы, инициированный Акиматом Алматинской области, стартовал осенью 2017 года. После реализованы еще два этапа. За это время караван побывал почти во всех отдаленных населенных пунктах нашего региона. Итоги работы подвели в Туркестанской области. Первым делом делегация встретилась с жителями города Арысь. Напомним, минувшим летом здесь произошел взрыв склада боеприпасов. Были разрушены сотни жилых домов. Пострадали и социальные объекты. Сейчас город полностью восстановили. В этом активное участие принял и наш регион. Это очень нужный и познавательный проект. Спасибо, что приехали и встретились с жителями нашего города. Мы это очень ценим. Хотел бы выразить благодарность Алматинской области за поддержку, которую она оказала во время взрыва в Арысе. Было нелегко, но всей страной мы пережили эту беду. Дай бог мирного неба над головой. И чтобы такой трагедии не было во всем мире. С аналогичным визитом духовный караван из Алматинской области встретился с жителями города Туркестан. Рабочая группа в составе 50 человек рассказывала о нравственности, а также пробуждении чувства любви и патриотизма к родине. Этим проектом мы хотели донести жителям нашего края, в том числе и молодому поколению. Несмотря на развитие технологии, мы должны сохранить наши обычаи и традиции. Наш визит в Туркестанскую область прежде всего укрепит отношения двух регионов и далее поспособствует реализации многих идей и проектов совместными усилиями. Итог встреч. Стороны заключили меморандум о сотрудничестве между Туркестанским областным управлением общественного развития и Алматинским областным управлением по делам религии. Теперь делегацию из южного региона с аналогичным визитом ждут в нашем регионе. Абаю Кунамбаеву. Делегации планируют посетить родных края известного мыслителя. Азадж Маханов, Амина Кудайберген, телекомпания «Ажетасу» из Туркестанской области. Чарующие звуки. В эти дни Талдыкурган стал центром традиционной музыки тюркских народов. В рамках фестиваля «Мангели Кельдинг Мангели Ксаране» в областной центр прибыли творческие коллективы из девяти стран. Подробности в следующем сюжете. Каждый фестиваль по-особому значим. Для начинающих музыкантов это шанс заявить о себе. Для именитых мастеров возможность завоевать еще большую аудиторию. Среди известных исполнителей Руслан Габышев, Аржан Туденев и Джем Гюрдал. Последний сорвал массу зрительских оваций, исполнив казахские народные произведения «Куралай» и «Карлгаш». Я от всей души приветствую казахстанского слушателя. Здесь очень хорошая и живая публика. Я люблю вашу страну, так как мы являемся братскими народами и у нас много схожего. Музыка как одна из частей, которая связывает нас. Благодаря ей мы соприкасаемся с культурами друг друга. Спасибо большое организаторам фестиваля. Я нередко бываю в Казахстане, однако в Тадокругане я впервые. Мне здесь очень понравилось. Местные жители гостеприимные и доброжелательные. Надеюсь приехать к вам снова. До гала-концерта участники фестиваля посетили объекты культуры и музыкальные учебные заведения Алматинской области. В ходе визитов гости провели мастер-класс для юных музыкантов. Всего в наш регион прибыли ведущие исполнители традиционной музыки из девяти тюркских стран. Управление культуры нашей области, прежде чем организовать вот этот этнофестиваль, мы во все туркиязычные страны отправили тексты традиционных песен, ноты куев, чтобы они смогли эти произведения исполнить на своих инструментах. Одним из условий этого этнофестиваля, это те страны, которые к нам сюда приедут, они должны исполнить одну песню и кью своей страны, и также исполнить одну песню нашей страны и один кью нашей страны. Фестиваль прошел в рамках программы «Рухани Жанглыру» в целях реализации государственного проекта только по линии культуры. В Алматинской области организовано свыше двухсот мероприятий, более десятка из них международного уровня. Ануар Амангельдинов, Нуржан Муканов, телеканал «Житсу». В мире яблок в средней школе имени Ураза Жандосова в Карасайском районе прошла необычная выставка. Здесь были представлены необычные работы, выполненные из местных яблок. В мероприятии приняли участие семь объектов образования из близлежащих сельских округов. Участники выставили более двухсот различных изделий, сделанные руками учеников и учителей. Главная особенность в том, что все работы выполнены из яблок. Это и было главным условием конкурса. На фруктовой выставке представлены красочные бабочка, грандиозная лошадь и другие фигурки. Цель мероприятия – пропаганда статьи президента «Семь грани великой степи» и возвращение былой славы местных яблок. Все авторы уникальные работ получили ценные призы. Организатором выставки выступила Ассамблея народа Казахстана Алматинской области. Сегодня мы с гордостью можем заявить во весь мир, что родиной яблок и тюльпанов является Казахстан. Это склоны гор нашего заилийского Алатауа. И возвращение былой славы Алматинского апорта, возрождение яблоньев садов – это все на сегодняшний день является актуальным повесткой дня. Творчество без границ. В выставочном павильоне Талдыкургана прошла выставка прикладного искусства. Ее особенность в том, что все работы выполнены с людьми с инвалидностью. Картины и шитье, вышивка и декоративное плетение. Еще многое другое. Их талантом можно только восхищаться, говорят гости выставки. Всего работы презентовали более 20 участников. У каждого свой индивидуальный почерк. К примеру, представители общественного объединения «Хамкор Жирик» выставили игрушки. Учащиеся областной специальной школой-интерната для детей с нарушением слуха – картины. Тематика обширная. От произведений с национальным колоритом до современного арт-стиля. Цель этой выставки не просто показать, а хотелось бы этих ребят вывести в свет, как говорится, вывести в мир, чтобы их увидели, чтобы они могли дальше развиваться. И чтобы их вообще не только в Казахстане, чтобы их увидели и за границей. В художественной галерее города Талдыкурган прошел областной конкурс среди мастеров кисти и холста. В зале выставили работы 20 молодых художников. Это порядка 30 картин. Творческое состязание организовано в рамках Года молодежи сотрудниками Управления культуры, архивов и документации Алматинской области. Картины написаны в самых разных жанрах. Каждая по-своему особенно. Выбрать лучшую было не так-то просто, признаются члены жюри. В течение месяца известные художники края отбирали лучшие произведения. По итогам конкурса первое призовое место присвоили молодому художнику Шакену Аклбеку, автору картины детства. А гран-при достался Бауржану Дошану. Его произведение «Искусство. Защитник очага» признано самым лучшим. В рамках Года молодежи в области проходит много различных мероприятий. В этом конкурсе состязались молодые художники края. Их работы вызвали большой интерес у аудитории. У каждого мастера свой индивидуальный стиль. Картины нарисованы в разных жанрах. Живопись, батик, мозаика. Возраст учеников от 18 до 39 лет. Все художники показали себя с лучшей стороны. Житель Петропавловска собрал уникальную коллекцию раритетных мотоциклов. Илья Загула ищет старые мотобайки по всей стране, привозит в свою мастерскую, реставрирует и потом даже катается на них. Впервые за руль мотоцикла Илья сел еще подростком. В 16 получил права. Детская любовь к двухколесной технике переросла в необычное увлечение. Давать транспорту вторую жизнь. В своеобразном ретро-музее техники около 30 мотоциклов. Многие из них на ходу. Часть транспорта еще на реставрации. Посмотреть на старые байки приходят не только местные ценители. Заглядывают и гости из других стран. Продавать свои мотоциклы Илья даже не планирует. Для него эта коллекция бесценна. Алматинка почти полгода пытается сменить пол своему ребенку. В роддоме малыша записали мальчиком. Однако теперь мать уверена, что у нее растет девочка. Путаница возникла из-за того, что младенец появился на свет с адреногенитальным синдромом. Женщина убеждена, что у ребенка все признаки девочки. Об этом свидетельствуют ее поведение, крики и даже смех, уверяет мать. Более того, УЗИ на втором месяце беременности показало, что у нее будет девочка. Алматинцы решили обратиться в суд, чтобы доказать пол малышки и добились своего. На днях в документы внесут изменения и малышу поменяют пол. В Павлодаре с большим успехом завершился первый в своем роде фестиваль парад дирижеров. В течение нескольких дней известные музыканты из разных стран проводили мастер-классы для юных дарований. Обменивались опытом, демонстрировали ценителям искусства уникальные древние инструменты. А в финале устроили на главной сцене при Иртышья красочный гала-концерт. Зрители услышали не только любимые казахские национальные произведения, но и много этнической музыки разных тюркских народов, исполненных на уникальных инструментах, созданных руками человека много веков назад. Датским больным вслед за пациентами Франции, Германии и Нидерландов угрожает глобальный дефицит лекарств. По сравнению с большинством европейских стран, количество зарегистрированных лекарственных препаратов в Дании невелико. Чуть больше 7,5 тысяч наименований. На сегодняшний день 1300 из них сложно или невозможно найти в аптеках. Нехватка лекарств в Дании стала настолько острой, что министру здравоохранения и агентству по лекарственным средствам пришлось созвать экстренное совещание. Причины, охватывающие все больше стран, дефицита лекарств сложны и многообразны. Перед лицом все более острого кризиса эксперты предлагают вернуть производство лекарств в Европу и создать непрекрасновенный запас жизненно необходимых медикаментов. Отметить 30-летие падения Берлинской стены сладчайшим образом решил один из лучших шоколадье Франции Патрик Роджер. Он возводит копию исторического сооружения высотой в 2,5 метра и шириной в 6 целиком из шоколада. На строительство ушла тонна отборных какао-бобов, привезенных с Мадагаскара. Шоколадную Берлинскую стену будут собирать из 8 отдельных частей, которые привезут в один из 7 магазинов Роджера в Париже. 9 ноября ровно в 10.30 в день и час, когда стали сносить Берлинскую стену, Роджер начнет рушить свое создание и раздавать сладкие осколки всем желающим. На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг стихии залегал на глубине около 20 километров. Сообщается о погибших и пострадавших. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к западу от города Давао, расположенного на острове Минданао. Это уже третье мощное землетрясение в регионе за последние две недели. За это время жертвами стихии стали не менее 20 человек. Тысячи зданий обрушились, либо получили серьезные повреждения. Филиппины расположены в области Тихоокеанского вулканического огненного кольца, где часто происходят землетрясения и другие стихийные бедствия. К новостям области. Самая большая ценность народа – его язык. Ежегодно в мире умирают 25 языков. Статистика весьма пугающая. Ведь вместе с ним исчезает культура, менталитет, традиция и история целого народа. Члены общественного фонда Жан Ашер взяли на себя большую ответственность по продвижению казахского языка. Накануне они рассказали толкурганцам о реализуемых проектах в рамках статьи главы государства взгляд в будущее модернизации общественного сознания. Один из них – «Казахтану» ставит перед собой задачи развития и укрепления связи поколений и дальнейшее знакомство этносов с историей, языком и культурой казахского народа. Кроме того, в рамках продвижения казахского языка реализуются проекты «Букроссинг» и «Буктейтинг». «Наша обязанность – приявить молодому поколению любовь к родному языку», говорят спикеры. Международным фондом Жан Ашер проводятся такие мероприятия, как «Букроссинг», «Буктейтинг», различные творческие встречи с молодыми талантами. Это писатели, поэты, музыканты и так далее. Данное мероприятие проходит в рамках программы «Рухани Жан Гру» и направлено на то, чтобы и молодежь, и различные этносы Казахстана приобщить именно к нашим национальным культурным ценностям. Его знают от мала до велика. Встреча, посвященная творчеству известного поэта Мукагали Макатаева, прошла в ЖТСУском государственном университете имени Ильяса Жан Цугурова. Со студентами факультета журналистики и казахского языка и литературы беседу вел главный редактор журнала «Мухагали» Батык Маджитулы. В процессе встречи студенты поближе познакомились с жизнью и творчеством великого поэта «Казахской степи». Прием прошел интересно и насыщенно. Студенты задавали интересующие вопросы и вели активную дискуссию со спикером. Имя Мукагали символизирует казахскую поэзию. Красота его стихов воплощает мир и гармонию богатейшего мира казахской культуры, отметил Батык Маджитулы в своем выступлении. Произведения Мукагали покоряют своей искренностью, жизненностью. Строки его стихов о смысле жизни, труде, о родине и человеческих отношениях сегодня с любовью читают и старики, и молодежь. Творчество поэта близко сердцу каждого казахстанца. Литературный фонд Алматинской области пополнился новой книгой. В Жамбылском районе состоялась презентация работы молодого писателя Бахтиара Айталэ Жупасар. Работа над книгой заняла у автора около двух лет. В Жупасар собрано свыше десяти рассказов и порядка сорока стихов и песен. Старание молодого писателя высоко оценило общественность района. Мне пришлась по душе работа Бахтиара Айталэ. Несмотря на возраст, он очень талантливый писатель. В книге есть работы в юмористическом жанре. В копилке Бахтиара Айталэ пять книг. Среди них Крек, Жолуснеги Якео, Нас и другие. В своих работах автор затрагивает тему любви, родины и дружбы. Спасибо большое всем, кто пришел меня поддержать. Я очень ценю. Это мои первые шаги в литературный мир. Я продолжу творить и писать, пока есть вдохновение. Свой творческий трудовой путь Бахтиара Айталэ начал в газете «Атамикен». Сегодня он трудится пресс-секретарем Акима Жамбулского района. Дамир Анитов, Курманжан Касымжанулы, Аманжол Жанкешев. Телеканал ЖТСУ. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова